Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем разговор о Евангелии от Луки в рамках проекта портала экзегет.ру. Поговорим сейчас о 13 главе, в которой Господь говорит о разных темах. Она состоит из отдельных, достаточно небольших фрагментов, не так уж и тесно связанных друг с другом, но каждая из них – это чрезвычайно важная для читателя тема. И начинается 13 глава с разговора о катастрофах. Приходят Господу Иисусу люди, которые рассказывают ему о некотором преступлении правителя, преступлении Понтия и Пилата, который убил некоторое количество жителей Галилеи, земляков Иисуса и большинства его учеников, убил в храме. Как Евангелие говорит, кровь их смешала с жертвами их. И, по-видимому, его спрашивают, почему так произошло, почему случилась эта трагедия. И это, в общем, очень естественный человеческий вопрос, который мы все время задаем и себе, и Богу. Потому что, ну, в жизни часто происходят катастрофы. И если здесь, в данном случае, там можно объяснить это ужасностью Пилата, то сам Иисус в ответ на вопрос предлагает вообще такую ситуацию, еще более трудную для объяснения. Он говорит, а вы что думаете, что они были самые виноватые перед Богом? А что вы думаете, те, на кого рухнула башня Силаамская, какая была катастрофа тоже известная в ту эпоху, когда Силаамская башня, вероятно, землетрясение в Иерусалиме упала и придавила людей. Такая вполне типичная природная катастрофа, за которую, как кажется, вроде бы никто и не несет ответственности. С человеческой точки зрения, ответственность за то, что эта катастрофа произошла, должен нести Бог. Нам кажется, что это его обязанность следить за тем, чтобы башни не падали, а цунами не цунамили. Ну вот, и, собственно, на этот вопрос приходится отвечать Господу Иисусу. Первое, принципиально важное, Господь говорит, что эти события происходят не в связи с виновностью или невиновностью. Зло, катастрофы, разрушения – это безликие и безмозглые, можно было бы сказать, силы слепые. Это Бог разумен, это милость Божья разумно и целенаправленно. А силы хаоса в каком-то смысле совершенно действительно безликие и слепые, они не выбирают. Господь говорит о том, что здесь невозможно различить, кто больше виноват и достоин гибели, кто меньше виноват и меньше достоин гибели. Но, кроме этого, мне кажется, чрезвычайно важно, во-первых, то, что Он не соглашается взвалить ответственность за это на Отца Небесного. То, как Господь Иисус видит всю эту картину, все эти вопросы, для нас удивительно и, в общем, достаточно неожиданно. Он предлагает вообще посмотреть в другую сторону, не на то, какие и чьи действия вызвали эти катастрофы, чьи-то действия их уже вызвали. Потому что не так может быть важно, кого обвинить, как важно, что изменится в нашей жизни. Господь говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. Потому что, в сущности, гибель – это всегда противление мира воле Божьей. Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих. Не сотворял смерти и не радуется погибели живущих. Но Господь говорит о том, что людям необходимо менять себя, менять свою жизнь для того, чтобы даже вот такие страшные, бессмысленные катастрофы не были катастрофами, чтобы это было некоторым все равно шагом на пути к жизни, для того, чтобы у Бога была возможность и в этом тоже к нам прикоснуться. На самом деле почти очевидно, что текст, который приводит евангелист Лука, здесь крайне фрагментарен. И, может быть, всей полноты того, что Господь говорил ученикам, мы и не сможем увидеть в этом коротеньком фрагменте. Но в общем повествовании для него важно показать Иисуса, который все время призывает к другой жизни. Не той, где зло, грех и бессмыслица царствуют, а той, где действительно правда Божья и любовь Божья меняют нашу жизнь и приносят в ней свой плод. И поэтому следующая часть этого разговора – это именно разговор о смоковнице бесплодной, которая… Зачем она нужна? Зачем она нужна? Подразумевается в самой постановке вопроса в этой притче, что с точки зрения Иисуса у человеческой жизни есть цель, есть задача, есть смысл, и есть плод, который эта жизнь может принести. Это, на самом деле, удивительно утешительная вещь, потому что даже если ты на данном этапе твоей жизни до конца не в состоянии ответить на этот вопрос, но доверяешь тому, что у Бога этот ответ есть на вопрос о смысле, жизнь становится значительно более содержательной и полноценной. И действительно это дает некоторую важную радость и надежду. Дальше Лука рассказывает нам об исцелении в субботу, как об одном из очень многих исцелений, чудес, которые Христос совершает в субботу, и оно становится причиной неприятия, неприятия Иисуса самыми разными людьми, потому что им кажется, что он нарушает религиозные обычаи. И читателю кажется, что он это делает практически намеренно, почти, можно сказать, демонстративно, показательно оскорбляет чувства окружающих его верующих, делая то, что с их точки зрения в субботу делать нельзя. И задавая им при этом вопрос, в чем смысл, где этот смысл, где та область жизни, то есть зерно, глубина или сердцевина жизни, где действительно происходит встреча с Богом, и где происходит нечто настоящее, настоящее, а где внешнее и второстепенное. И в качестве подборки евангелист Лука помещает здесь еще несколько очень коротких притч, в частности, притча о горчичном зерне, где Иисус уподобляет Царство Божье крохотному зернышку, которое незаметным образом растет и превращается в нечто большое, и где Господь уподобляет Царство Небесное закваске, которая, попадая в тесто, совершенно его меняет, меняет изнутри, меняет так, что это не видно, как это работает. Тоже, на самом деле, удивительно богатый и важный образ Царства Божьего, подобно закваске, которая в конечном итоге сквашивает все. Следующий короткий фрагмент посвящен разговору ценность которого, смысл, целенаправленность которого заключается в последней фразе, это 30 стих. Господь говорит о том, что вот последние будут первыми, и первые будут последними. И разговор начинается с того, что его спрашивают, а много ли или мало ли будет спасающихся. Для того времени вопрос был непраздный, потому что в богословии иудеев того времени существовало, ну, оно и так существует в Библии, понятие остатка, это та часть народа, которая окажется способной войти в Царство Божие, когда придет Мессия. Вот сколько это остаток? Один процент или пять процентов, или двадцать процентов? В большинстве случаев люди знали фарисейскую точку зрения. Фарисеи считали, что остаток – это, наверное, примерно две трети народа. Примерно две трети народа. И вот Иисус спрашивает, а много ли их или мало? И Господь говорит о том, что на самом деле важно-то ведь не то, сколько Бог определил, и какое количество билетов в Царство Небесное заранее напечатано, а важно, что люди делают в своей жизни. И некоторые, которые уверены, что с ними все в полном порядке, они окажутся вообще ни при чем. И наоборот, те, кто уверены, что они самые последние кандидаты в этот список, наоборот, окажутся первыми, потому что значение имеет вот то, что у тебя в сердце по отношению к Богу. Об этом разговор будет продолжен в следующей, 14 главе. А здесь Господь еще говорит одну чрезвычайно важную вещь, которая в сущности заключается вот в чем. Он обращается к Иерусалиму и говорит, сколько раз я хотел собрать вас всех под крылья. Но он говорит о некоторой враждебности человеческой, о том, что люди не соглашаются его принять и надеются, что это долготерпение Божье будет тянуться бесконечно. Но вот Христос с этим не согласен и говорит, что вот оставляется вам дом ваш пуст. Вот оставляется вам дом ваш пуст. Людям часто очень кажется, не только его современникам и иудеям, но и современным христианам, что, ну, Господь долготерпелив, и наши глупости, ошибки и подлости, они еще позволяют нам существовать какое-то время. Но это на самом деле, в общем, не так. Потому что, по-видимому, у Бога есть некоторый замысел, который реализуется. И если мы не входим в него, не участвуем, не соглашаемся, вот оставляется вам дом ваш пуст, пока вы не скажете благословен Грибе во имя Господне. Иисус говорит о том, что до тех пор, пока вы не примете меня, как свидетеля о правде Божьей, пока вы не примете меня, как господина своей жизни и учителя, ваш дом будет пуст. Без меня все это будет бессмыслицей. Вот серьезная очень тема, которая продолжается и в нескольких следующих главах. Субтитры создавал DimaTorzok